Классические динамики Ну и соответственно, мы фактически могли рассматривать эту траекторию как некоторую историю развития динамической системы. Но вот наш мир кванков. То есть реально мы тоже импульс и координат можем измерять лишь только с точностью до соотношения определенности. И это означает, что понятие траектории, а значит и принцип экстенциального отыгания этих траекторий, кванты в картине как-то выглядит чужеродно, не укладывается. То есть фактически речь идет о том, что тот язык, который хорошо работал у нас при описании классического хаоса, вообще говоря, становится неадекватным в квантовой области. С другой стороны, мы фактически имеем классическую динамику как предел квантового нашего мира. То есть мы вправе ожидать, что то, что мы наблюдаем, хаотическое поведение классических систем, каким-то образом это поведение должно включаться и в поведение квантовых систем. Но вместо импульса и координата у нас в квантовых системах определена волновая функция, а импульсы и координаты являются некоторыми величинами, производными от волновой функции. То есть можно вычтить по волновой функции и импульсы и координату, но более фундаментальной лично является волновая функция, которая действительно характеризует состояние системы и подчинена хорошо детерминированным описаниям. Но поскольку, с одной стороны, мы принципиально имеем ограничения на одновременное изменение импульса и координаты, мы фактически имеем некую неопределенность. На первый взгляд, эта неопределенность в условиях хаоса должна только увеличить хаотичность системы и, соответственно, хаос должен быть гораздо более выражен в квантовом случае. Но вот с другой стороны, все хаотические системы, которые мы обычно рассматриваем, они относятся к фенитному движению. А для фенитного движения, как известно, спектр состояний для квантовых систем дискретен. Ну, фактически это означает то, что мы имеем при конечной энергии возбуждения конечный напор каких-то периодических движений, и наше движение в лучшем случае должно быть квази-периодическим. Но другая, еще более тяжелая сторона состоит в том, что тот базовый объект, на котором одержится квантовая механика, то есть я имею в виду волновую функцию, описывается линейным уравнением Шрёдингера. То есть какие-то экспоненциальные неустойчивости для волновой функции полностью исключены. То есть фактически, так сказать, мы здесь как бы не видим источника для экспоненциальных каких-то неустойчивостей в динамике системы. Это тоже настораживает. Ну и, наконец, есть такой факт, что динамика квантовых систем описывается оператором унитарной эволюции. Этот оператор хорошо обратим. И, соответственно, в случае квантовой механики мы должны иметь обратимость движения даже в случае систем, которые в классическом пределе должны быть хаотическими. Это самый печальный факт. И отчасти, так сказать, по этой причине, когда говорят о квантовом хаосе, обычно говорят о квантовом псевдохаосе. То есть подразумевая, что хаотичность здесь имеет ограниченный смысл. Ну, соответственно, поскольку мы живем все-таки в квантовом мире и все, что мы так или иначе пытаемся описать классической динамикой, это есть просто предел квантовых уравнений движения и в достаточно малом значении квантовых параметров, то есть постоянная планка. Но возникает вопрос, действительно, можем ли мы этот предел обеспечить так, чтобы вся вот эта классическая теория, особенно в отношении ее хаотического поведения, классическая механика, все-таки, так сказать, каким-то образом согласовывалась с квантовой картиной мира. Ну, и целью, как бы, ближайших лекций состоит, она состоит в том, что мы хотим разобраться, каким образом устанавливаться соответствие между пластическим и квантовым миром. начнем с базовой модели, которая применяется в изучении классического хаоса, это отображение чирикова, или стандартное отображение. Запишем его в виде... запишем, это классическая теория в таком виде, где фактически переменная, описывающая смысл выбора именно такого обозначения, станет виден сразу ниже. Ну, в принципе, так сказать, мы уже, так сказать, на этом шаге, как только заговорим о квантовом описании этой системы, мы уже, так сказать, должны получить сразу четкие проявления вот этой квантовости нашей системы. Ну, и прежде всего, если у нас движение, как бы, периодически, то есть, например, мы рассматриваем ротатор, и у нас оно циклическое с периодом 2, то тогда, соответственно, волновая функция этой системы должна быть так же периодической, и, соответственно, она должна раскладываться в ряд фурьер, вот, как раз вот, с такого виду, где N, без каких-либо там пока метров, N, это просто, так сказать, с одной стороны номер, это компоненты, а с другой стороны, это число периодов, укладывающихся на интервале от нуля до двух пи. Ну, и, соответственно, так сказать, если мы рассмотрим сопряженный координат оператор момента, полагая, что у нас постоянная планка равняется единице, то выражение будет, вот, действительно, достаточно привычным, и мы видим, что идет, фактически, разложение под целочисленным значением момента. Ничего здесь нового особенностей нет, мы, как бы, квантомеханики, мы привыкли, что момент принимает целочисленное значение, и это свойство, как раз, однозначности волной функции, то, что у нас волная функция однозначная, это накладывает, как бы, неизбежно, так сказать, является неизбежным следствием для целочисленных значений собственности, значений оператора момента. Вот. Ну, дальше, так сказать, если мы хотим описать ротатор, который, по сути дела, у нас описывается гамильтонианом, состоящий из членов кинетической энергии и толчка с переводом Т, то нам надо либо, скажем, вот это гамильтониан использовать уравнение Шриддинга и просто интегрировать скажем, можно численно наше уравнение демоновой функции, ну, или, что гораздо практичнее, можно использовать отображение, которое, так сказать, сразу сдвигает нам на период. На самом деле, оно складывается из двух достаточно элементарных стадий. Между толчками у нас в такой системе, по сути дела, имеется свободное вращение и оператор эволюции для него можно записать сразу, так сказать. фактически, так сказать, еще надо учесть наличие толчка, который выглядит немножко сложнее. Вот, оператор свободного вращения фактически, так сказать, в координатном импульсном представлении выглядит. Таким образом, видно, что в выплесном представлении, естественно, он диагонолен, а в координатном он, естественно, не диагонален. Ну и если мы теперь запишем оператор толчка, то ситуация первообразная. Он диагонален в координатном пространстве, но, как говорится, существенно не диагонален в импульсном пространстве. Вот. На самом деле, полезно, так сказать, понять смысл вот этого оператора толчка это оператор дельтефункционного толчка, который фактически соответствует вот этому слагаемому гамильтониане. То есть, это толчок фактически, так сказать, с пропорциональным косинусу х и амплитуда толчка определяется таким образом. Ну и фактически, так сказать, это как бы периодично, если говорить о модели маятника, то это как бы ситуация такая, что у нас маятник может как-то вращаться вокруг какой-то точки, то есть, потому говорят о ротаторе, и с периодом Т к нему прикладывается очень кратковременная сила, функциональная сила, которая, так сказать, направлена, допустим, сверху вниз, если это поле тяжести себе представлять, но она действует очень короткое время. Ну, в случае, когда у нас этот период очень мало по сравнению с характерными элементами переднего движения в этой системе, то тогда у нас просто получается имитация постоянного поля набором толчков, в случае, когда она сопоставима, то там уже возникает некоторая более сложная динамика, мы это разбирали, когда обсуждали классический вариант этой модели. Но здесь как вы написали выражение для него? Ну, фактически это делается очень просто. Мы берем в координатном представлении это выражение диагональное, поэтому это просто диагональная матрица. Для того, чтобы получить в импульсном представлении нужно сообразить, что импульсное координатное представление у нас здесь связано преобразованием Фурье, на самом деле, в силу вот этой связи. И тогда фактически импульсное координатное пространство это два различных представления Фурье для одной и той же главной функции. Ну и когда мы переходим к импульсному представлению то... По координатному экспоненту попал? Сейчас. Костинус это потому что у нас оператор революции это т-экспонента от интеграла гамильтаньян. гамильтаньян. Ну и фактически когда у нас т-экспонент не крат на т-большом время не крат на т-периоду т-большом у нас работает здесь только генетическая часть и ее интегрирование тривиально. Когда у нас возникает толчок то на самом деле мы соответствующим вкладам архиентической части можем пренебречь потому что вклад от ее пропорционал времени действия толчка он стремится к нулю. Поэтому здесь фактически получается как бы некий проекционный оператор который распределяет компоненты уже в соответствии с тем как они фактически в соответствии с этим оператором который в координатном представлении имеет такой вид но если перейти в импульсное представление то на самом деле смысл этой функции состоит в том что вот каждая компонента смешивается с К и К это целая часть от параметра гамильтониана она обычно так сказать бывает много больше видится для случаев которые каким-то образом близки класснически и фактически это означает что у нас каждое состояние к нему примешивается состояние в интервале от минус К до плюс К то есть фактически если записать оператор дубль В а дубль В как матрица n mn то тогда это будет фактически некоторая функция от m минус n м я сейчас схематически изображу я она имеет примерно постоянной величины в интервале от к до минус к а запретила этого интервала фактически инстинциально спадает разумеется здесь есть достаточно серьезные ассилляции которые фактически всегда присутствуют функции m без поэтому я здесь достаточно грубо только схематически нарисовал профи по сути дела это как раз если пытаться вспомнить чему должно это соответствовать в классике фактически это толчок меняет импульс состоянии но если бы у нас импульс координаты были бы измерены точно то тогда бы это изменение было бы пропорционально именно силе толчка но поскольку фантомеханики с неопределенностью получается как раз достаточно широкий такой спектр а как они распакторизовались у вас вот этот дубль зоидка он от X зависит и кинетически оператора там проявлены они не коммутируют на самом деле но сейчас объясню дело в том что вот если сейчас вернуться сюда к этому интегралу то тут на самом деле фактически надо ну поскольку это до экспонента то тут упорядочено по времени то есть фактически речь может идти только о том что тут работает либо первое либо второе слагаемое так сказать второе слагаемое не работает тогда когда не наступил момент толчка понятно да вот дальше сейчас когда вот происходит толчок происходит очень короткое время и вот вклад от этого от киетического слагаемого он пропорционален времени толчка длительности толчка но поскольку так сказать сам вклад достаточно так сказать ограничен то есть для любого состояния энергии если мы будем рассматривать произведение н квадрат на дельта т где дельта т это длительность толчка то при устремлении дельта т на самом деле вот на этом участке когда они как бы могли друг на друга влиять на самом деле этот вклад от киетического слагаемого близок к техничному поэтому получается что можно их как бы разопорядочить ну там сначала вклад от одного так сказать рассмотреть потом вклад от одного то есть по сути дела так сказать вот ну сейчас так то есть у вас например есть кусок между пинками да и удымаем нижние слайцы да там палочки да но они будут у вас одна эволюционная экспонентная другая потом опять так дальше их так представлять нельзя нельзя то есть я могу сейчас как бы подробнее написать вот что такое д экспонента это ну фактически д экспонента фактически это есть по сути дела произведение допустим которое вне толчка вот и оно практически равно оператору определен то есть за исключением безумно маленького так сказать кусочка где срабатывает толчок вот сейчас я не понял это оператор эволюции за один период за один период за один период да 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 это конечно за один период надо было здесь от нуля до т поставить на кредер деграла я здесь понял значит это фактически а почему в такой последовательности написали сначала на самом деле можно писать на самом деле он не коммутирует нет на самом деле все равно фактически идет последовательность р а т ну если мы эволюцию смотрим Wbk допустим на psi от нуля дальше так сказать следующий будет снова Wbk на у нас оператор эволюции трат флоте не зависит от времени поэтому это будет цепочка так в принципе даже вы можете написать симметричный вариант например r от t пополам дальше w от k r от t пополам часто используют для того чтобы подчеркнуть обратимость во времени например тогда видно что если мы опять эту последовательность запишем только за исключением крайних этих концов то все соберется в ту же самую структуру поэтому реально там где непритично обычно не заморачиваются с такой симметричной формой а там где скажем нужно что-то скажем что-то где может сказаться такое отличие в обратимости по времени там в принципе можно и симметризовать на самом деле здесь можно было написать в обратном порядке тоже также результат эволюции давался произведением оператора флаги я только скажем грубо говоря результаты совпадут когда начальное состояние чуть-чуть нужным образом отличается так что после действия как-то то есть можно на самом деле результаты свести если мы действительно заморачиваемся о той разнице которая набегает за один период так я ответил значит дальше вот на самом деле действительно здесь ситуация такая же как и в классическом случае когда в классическом случае по сути дела так сказать оператор эволюции на конечный период времени так сказать довольно сильно помог продвинуться моделирование систем но там как говорится это было особо принципиально еще потому что в системе так сказать имеется сильная экспоненциальная неустойчивость и скажем обеспечить непрерывное интегрирование этих уравнений численно так сказать было практически нереально потому что ошибки быстро накапливаются а в операторе конечного воздвига по времени можно выбрать его так что он по крайней мере фазу сохраняет гарантированным образом здесь на самом деле ситуация чуть-чуть проще и полегче потому что оператор эволюции всегда унитарен здесь каких-то скажем экспоненциально растущих слагаемых в разложении волной функции не возникает в силу просто линейности это фактически так сказать мы можем таким образом записать наш оператор конечного воздвига на период это еще в то же самое время у нас период толчков поэтому мы интегрируем на период строго говоря вот такое так сказать такая сдвижная период она скажем в других науках например встречается когда мы скажем теорему глухо используем для изучения периодических состояний в твердом теле то есть там сдвиг на период только решетки но пространственно здесь сдвиг на период по времени так сказать писатель так сказать были работы которые пытались это и в твердом теле как-то использовать но сейчас не будем отвлекаться значит здесь в первую очередь на что обратить внимание вот если в классическом случае у нас наше отображение зависело от единственного параметра произведения к маленького на т обозначался буквы к большой так сказать и фактически так сказать все системы которых совпадало они делали совпадающую эволюцию в данном случае у нас система зависит от двух сравнительно независимых параметров то есть вот так как мы получили оператор построения мы предположили что у нас постоянная планка равняется единице у нас к и т вошли фактически так сказать как два независимых параметра в принципе если мы допустим пойдем по тому пути который мы шли в классике то есть введем импульс q который равен t умножить на n вот но я мотивируюсь таким скажем исходным исходной парой классических уравнений как известно если мы бы здесь выбрали в качестве q t на n то сюда здесь появилось бы q а здесь мы бы получили q с черотой равняется q плюс q sin и тогда у нас было бы фактически пара уравнений зависящих только от одного параметра но произвольно как-то менять масштаб одного из импульсов в случае квантовеханики нельзя по той причине что есть коммутационное соотношение между импульсом координатами то есть если мы допустим и масштабировали импульс но фактически тогда у нас коммутационное соотношение вот в нем войдет этот самый и тау или же он же и т и он уже так сказать фактически совпадет с постоянной планка то есть по определению коммутатор должен быть равен постоянной планке ну а при таком определении q он еще равен на самом деле вот и т ну и соответственно видно что пара параметров все равно остается то есть в этом смысле квантовое отображение так сказать двухпараметрическое в отличие от классического вот ну что каким образом мы должны так сказать переходить к классическому пределу ну на самом деле так сказать классическому пределу так сказать соответствует фиксация k большого потому что в классическом пределе это должен остаться единственный параметр характеризующейся системы а вот t при этом t мы стремим от бесконечности смысл этого будет фактически означать то что мы постоянную планку стремим к нулю то есть ну правда так сказать для того чтобы еще все таки так сказать режим был классический нужен чтобы энергия возбуждения в этой системе должна быть много больше чем дискретность в этой системе то есть фактически это означает степень дискретности в терминах n шаг дискретности равн поэтому так сказать нужно чтобы n квадрат фактически энергия была много больше единицы ну и фактически это некое необходимое то есть почему квадрат ну потому что фактически можно написать n по модулю много больше единицы но пока это не принципиально потому что много больше n или n квадрат здесь пока не играет особой роли сейчас мы просто подчеркиваем что нужно чтобы уровни шли на интервью то есть количество состояния вовлеченных в строительство некоторого эффективного пакета должно включать в себя много компонентов и дискретность энергии между этими компонентами должна быть мала по сравнению шейной пакет что фактически дает моделирование вообще как обычно производится моделирование этой системы обычно делается таким образом что волновая функция задается в виде вектора когда мы ее сразу очевидно что это дискретный набор значений фактически это некий вектор достаточно скажем большой должен быть чтобы на период всей эволюции например наша система не почувствовала наличие краев фактически обычно выбирают тысячи десятки тысяч и даже во времена когда это только начиналось восьмидесятые годы ушедшего века так мы уже достаточно легко дошли до размерности вектора порядка 10-15 вот почему так получилось на самом деле почему это достаточно легко потому что на самом деле в данной модели у нас в выпускном представлении диагонали оператор отвечающий за вращение то есть за кинетическую энергию в координатном диагонали оператор отвечающий за взаимодействие с внешним потенциальным полем скажем потенциальным потому что он зависит от времени и фактически обычный способ моделирования состоял в том что сначала допустим если мы действуем оператором W который диагонален в координатном представлении мы берем вектор в координатном представлении умножаем его на диагональную матрицу это число операций пропорционально число компаний потом делаем преобразование фурье которое переводит на представление там уже диагональная матрица отвечающая вращению я думаю соответственно таким образом цена эволюции одного шага была пропорционально число компаний здесь на самом деле не совсем фурье на самом деле ничего бы так здорово не получилось если бы к этому времени не было широко так сказать ну скажем использовалось быстрое преобразование фурье но как известно имеет число операций пропорционально n логарифм поэтому на самом деле еще здесь добавляются множики пропорционально логарифм n но это как говорится не такой уж большой множитель то есть он медленно растет с размерностью поэтому удалось доходить до довольно высоких размерностей по сути дела тогда определялось наличие компьютерной памяти то есть сама операция итерации стоила недорого достаточное количество памяти для хранения соответствующих некоторых работников вот ну в принципе это позволило достаточно быстро получить интересные результаты значит и что было наружу на самые малые времена вот когда у нас еще как говорится идет скажем этап фактически классический то есть когда у нас на временах меньше чем время инфест я сегодня обсуждать не буду поскольку на самом деле вот этот этап удобнее обсуждать в рамках другой модели которую мы будем рассматривать на следующий я пока так сказать коснусь тех результатов которые были по сути дела так сказать в исторических на том этапе получены в рамках модели квантовых крота прежде всего так сказать изучалась функция распределения то есть разумеется сначала задавалось какое-то достаточно узкое распределение обычно задавалось узкое распределение в импульсном пространстве потому что в этой модели так сказать диффузия очень быстро происходит в координатном пространстве на интервале 0 и дальше так сказать фактически эта система расползается в юберусном пространстве вот в классическом случае когда классическая система расползается неограниченно то есть там идет неограниченный диффузионный рост ну и что характерно фактически так сказать в классическом случае у нас если мы возьмем ансамбль с близкими начальными условиями то они быстро так сказать сойдутся к некоторым уголскому распределению которое будет диффузионным образом расползаться со сути выпусом пространства что интересно интересно то что так сказать оказывается в квартовом режиме в течение некоторого начального так называемого диффузионного этапа вот квантовая диффузия численно оказалась практически очень близкой к классической диффузии то есть величина диффузии совпадала просто численно вот но на самом деле это ну можно наверное вот да нет ну может быть может быть даже из размеров нет ну тут все равно нужно сделать некий для того чтобы получить вот это универсальное поведение в классическом случае нужно перейти к уравнению диффузии которая тоже некоторое предположение так сказать в себя закладывает и оно вообще говоря справедливо только в случае хаотической динамики потому что если у вас динамика регулярна то ничего никуда расползаться не будет понимаете вот в случае квантовой динамики здесь тоже вот фактически так сказать достаточно нетривиальная ситуация то есть если то допустим мы находились в какой-то ну предпараметр который отвечает регулярному движению то у нас тоже никакой диффузии не происходило то есть обсуждается обычно случай когда сравниваются эти два вида классический квантовый режим диффузии обсуждается случай когда у нас К классический параметр достаточно велик развитой вот ну и здесь налево в рисунке на самом деле показан профиль нормирован профиль функции распределения обмантовые ну фактически тут а там он как говорится масштабирован и нормирован то есть на самом деле здесь откладывается как функция x то есть n квадрат делить на 2t время диффузии то есть линейно со временем тогда фактически в восстановившемся диффузионном процессе у вас это то есть константы то есть на разных регионах будет константы ну и по сути дела так сказать здесь вот показан профиль показаны линии так сказать прямой прямой линии это вот фактически так сказать расчеты для классической диффузии ну там на самом деле проблем со статистикой не возникает вот и классическую диффузию моделировать намного проще вот и поэтому так сказать там хорошо проверено что там гауссовское распределение с хорошей степенью точности здесь просто показано что численно все это очень близко то есть это была первая так сказать неожиданность которая действительно бросилась в глаза но почему классический аналог функция это что такое классический аналог функция это следующая величина представим что в начальный момент мы взяли ансамбль систем с разными начальными условиями но лежащими в какой-то маленькой области то есть фактически мы для квантовой системы всегда имеем распределение которое так иначе локализовано так сказать с конечной степенью точности то есть в принципе в классическом случае если мы допустим достаточно узкое начальное распределение возьмем то из-за экспоненциального действия как раз это распределение быстро срелаксирует диффузионному на временах порядка так сказать вот этого времени рефеста о котором предпочел бы не говорить поскольку здесь демонстрации будет а вот что касается что касается диффузионного этапа то фактически как только у вас установилось диффузионное распределение напоминаю это галстовское распределение когда у вас есть допустим уравнение диффузии в чем состоит у вас если имеется какая-то динамическая перемена в совсем упрощенном варианте то к ней добавляется случайная величина которая дергает ее в разные стороны и фактически x будет в итоге уходить по принципу случайного облуждания ну и соответственно так сказать это будет так называемое следствие центральной предельной теоремы согласно которым все диффузионные процессы при достаточно простом устройстве этого случайного возмущения они действительно приходят к универсальному гауссовскому распределению понятно если допустим в каких случаях могло быть не гауссовское распределение допустим у нас как-то амплитуда к стиле однородно подраздноваться скажем с ростом импульса либо падает либо растет тогда у нас могли бы быть искажения но как раз если вернуться к классическому уровню с которым мы сегодня начинали здесь на самом деле амплитуда от n зависит и она по сути дел означает что у нас случайная переменная из-за того что фаза здесь достаточно быстро становится исключением это как говорится возмущение однородно по пространству и фактически обеспечивает диффузионное размытие начального состояния по кауссовским законам по кауссову имеется функция переменной l или импульса значит если здесь посмотрите здесь по сути дела как раз это означает что функция квадрата импульса должна быть экспонентом что хорошо видно поскольку слева это логарифмическая шкала справа это переменная x квадрат которая по сути дела означает что n зависит от квадрата экспонента на правом рисунке здесь сравнивается несколько точнее несколько достаточно большой набор данных отвечающих как классическим оценкам диффузии так и квантовым ну и фактически крестики плюсики здесь которые не очень к сожалению различимы но они на самом деле отвечают квантовым счетом а более мелкие точки отвечают классическим так сказать рисунком классическом моделировании ну и по осям у нас отношения измеренных измеренных центров диффузии к величине по оценкам 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 отложим к к большое то есть это на самом деле все точки ложатся на одну такую общую линию если их отложить как функцию классического параметра к хотя квантовое отображение действительно является функцией двух параметров вот достаточно интересным образом получается что на этапе диффузии так сказать квантовая система с очень хорошей степенью точности мимилирует под классическую систему вот ну и позаводь стоило и возрабраться так сказать но следующее знаете В классике есть теоретическая оценка, связанная с тем, что когда мы считаем их случайность, и тогда, на самом деле, мы не учитываем корреляции между соседями и итерацией. Но если эти итерации учесть между ближайшими соседями, то, что x в предыдущий момент и x чертой, они на самом деле в каких-то пределах скоррелированы. Тогда можно получить оценку, которую я на лекции... То есть, вы меня не учитываете, а у вас такая прямая? Да, прямая, которая была бы равна единице. А если... сейчас покажу на этой картинке здесь, то тогда было бы среднее беззначение единице. Вот, а вот здесь вот, здесь она составляется. Но если вот учесть эти корреляции, то возникают такие осцилляции. А если следующие учесть? Следующие учесть люди учитывали, но, на самом деле, видно, что уже учет ближайший очень хорошо согласуется с данными. То есть, ну, понятно, что если мы получили бы все, то это мы просто смоделировали систему точно, правильно? То есть, в этом смысле, вот здесь, похоже, ряд довольно быстро сходится. Ну, и, в принципе, так сказать, как-то, хотя и были попытки учесть, но обычно, так сказать, их уже не приводит, поскольку формула усложняется, но количественная, так сказать, поправка, так сказать, относительно небольшая. Поэтому, так сказать, она уже как бы не интересна. Это вот с чем связано. Это связано с тем, я могу пояснить, это смысл физически стоящий за этим. Дело в том, что у нас вот характерная длина корреляции определяется показателем Липунова. То есть, показатель Липунова – это величина обратного времени забывания, вот начальных, например, данных или предыдущих. То есть, фактически, так сказать, в этом режиме показатель Липунова больше единицы. То есть, это означает, что уже на одном толчке, так сказать, в Е раз, грубо говоря, так сказать, затухают эти корреляции. Но на двух толчках Е квадратов основе, соответственно, не Е квадратов, а более чем. То есть, по сути дела, получается, что если соседние корреляции еще, так сказать, какой-то, на самом деле, достаточно значимый вклад дают, при относительно небольших К. Здесь К малое – это, ну, здесь, я обращаю внимание, здесь 10, 20, 30, то есть, на самом деле, довольно большие значения, вот К большого, точнее, вот это от классического параметра. То есть, если, вот, скажем, фактически, так сказать, ну, показатель Липунова, по сути дела, пропорционален К, получается. И, фактически, так сказать, это означает, что амплитуда осцилляции, она падает с ростом К под той простой причиной, что уже значимость вклада соседних корреляций уже бывает, так сказать. А следующие за соседями, она просто численно, малозаметна на таком, вот, скажем, масштабе. А период – это что такое? Это новый масштаб или это тоже, там, два пи? Значит, период здесь, на самом деле, он порядка двух пи, да, вот. Потому что, когда К точно равняется кратно двух пи, то там у нас есть так называемый циклотронный резонанс. Почему двух пи, а здесь пи порядка десяти? Сейчас объясню. Значит, смотрите, я нарисую вот это уравнение. Он, наверное, усиляется более-менее. Ну, два пи – это есть, это шесть процентов, то есть меньше десяти, на самом деле. Ну, вот видно, что расстояние между вот этими как раз меньше десятки, да? Ну, а смысл-то очень простой. Вот, если я напишу теперь, вот, через классический параметр К, то есть, например, П с чертой равняется П плюс К на курсе плюс Х, и с чертой равняется Х плюс П с чертой, вот, то, вот, фактически, когда у нас, так вот, когда у нас К кратно двум пи, то тут есть, на самом деле, так называемые циклотронные резонансы сейчас, как бы, лучше видеть. Ну, два пи туда он перекачевывает вниз, а вниз у вас периодическое переменное. Ну, да, вот, ну, фактически, вот, если мы теперь на два пи поделим, да, два пи вот сюда, то тогда вот здесь, как говорится, здесь на два пи, так, здесь на два пи, вот, то тогда это будет, скажем, П на два пи подложить на два пи, то есть, фактически, если у нас мы впадаем, вот, когда вот эта штука является целой, то тогда у нас возникает некий резонанс, да, ну, в каких-то точках. То есть, на самом деле, я сейчас еще хочу пояснить, что вот такая равная двум пи имеет, скажем, внутренний резонанс в этом отображении, то есть, когда движение уже не является нерегулярным, оно, наоборот, в высокой степени регулярное. Хотя, вот, интервал, вот, область К, в которой наступает этот резонанс, это область достаточно узка, но, тем не менее, она как-то, видимо, особым образом сказывается. Вот здесь, если посмотреть, вот, вот здесь точки, которые у нас есть, на самом деле, это точки, здесь черные точки у нас, не крестики, не плюсики, а черные точки. Здесь результаты классического моделирования. Это, как раз, те значения К, которые все время исследовал Мекстер, когда изучал, как говорится, теорию циклотрона. То есть, он, собственно, первым не написал вот это распределение, так сказать. Для циклотрона, как раз, такие результаты, такие резонансы очень важны и полезны, поскольку в этом случае, так сказать, идет когерентный напор энергии, так сказать, и частицы ускоряется. Ну, смысл состоит в том, что, когда она проходит между толчками, так сказать, на число кратное двум бит, так сказать, то она приходит всегда в одну и ту же базу, так сказать. То есть, тогда можно сфазировать эти частицы, и они будут всегда ускоряться. Те, которые не попали, они чуть-чуть подтормозятся, и потом, пока, вот, если, правда, здесь включить небольшую дисципацию, то они тут же соберутся, так сказать, с фазированных пакет, и это будет как раз то, что обеспечило все время эффективную стабилизацию работы циклотрона. Так, ну, это немножко отклонились над темой. Так, я не ответил на вопрос, нет? Значит, следующее. Все было хорошо, но вот этот диффузионный рост спустя какое-то время вдруг прекращается. и фактически, так сказать, прекращается на временах, когда, так сказать, средняя ширина пакета достигла некоторой величины, так сказать, средняя энергия, которая пропорционально, на самом деле, от квадрата дошла до какой-то величины, там, к этому моменту возникает некоторая перестройка профиля, так сказать, то есть устанавливается некий стационарный профиль распределения, так сказать, этой системы по N, причем, если до этого у нас по N было распределение Гауссера, то оно становится чисто экспоненциально. То есть эта функция распределения принимает вид вот такой экспоненциально стухающей, так сказать, структуры, как говорится, в обе стороны, так сказать. То есть, если бы мы речили о диффузионной стадии, здесь N квадрат стоял, а вот на этой стадии локализации возникает фактически модуль АТ. Что такое F2S? F2S, это как раз функция распределения, ну, его S, это слово steady state, это позициональное состояние, которое возникает вот в результате квадратного локализации. То есть теперь оно от времени не зависит? Теперь ширина от времени не зависит. И, скажем, если у вас, вы смотрите там эволюцию на много десятков, сотен, так сказать, времен ТР, где ТР – это время локализации, так сказать, то фактически так же. ТР – время локализации? ТР – время локализации. А размер системы? ТР – это, как говорится, сейчас, это время определяется на самом деле параметром K квадрат маленькое. То есть, на самом деле, размер системы, ну, вы имеете в виду под размером системы что? Вот, скажем, размер пространства, в котором моделируются системы? Нет, там фактически, так сказать, обычно, этот эффект наблюдался в ситуациях, его специально… ЛС – это некий параметр, характеризующий, характерный размер вот этой установившейся новой конфигурации. Вот. То есть, фактически, так сказать, на что еще раз хочется обратить внимание, что здесь изменится функциональный эффект распределения. Если раньше был гаусс, сейчас стал просто… Раньше гаусс, а сейчас стал просто… Раньше гаусс, а так я времени влюбился. Не довезло три года, да? Ну да. Вот, фактически, на временах больше, чем ТР, вот, система релаксирует вот к этому состоянию, по сути дела. Вот это, именно, состояние, на самом деле, достаточно, как говорится, неожиданно, так сказать, появилось. То есть, фактически, так сказать, сначала искали, скажем, какие-то там, скажем, баги в моделировании, но к этому времени, на самом деле, уже, так сказать, была, так называемая, Андерсонская локализация. Локализация Андерсена… Сейчас поясню, что это такое. Это, если мы, допустим, имеем случайный потенциал, то в случайном потенциале в квантовом режиме, так сказать, например, электронное состояние, могут оказаться локализованными. Случайный от времени? Нет, случайный от пространства. То есть, пространственная случайность. Собственно говоря, вот, как раз, именно про такую Андерсонскую локализацию я говорил, когда, в прошлый раз, рассказывал модель Фредерлинг Контурова, и там было, как бы, достаточно хаотизованное, так сказать, случайное состояние, на котором изучались вибрационные моды, фанонные моды, так сказать. И они там тоже обретали такую локализованную форму, тоже экспоненциально спадающую в обе стороны. Таких домиков, там, картинка. Вот, я могу сейчас действительно показать. Это аналитический результат? Это результат, скажем, в случае вот этого, это результат получен численно. То есть, с аналитикой здесь было, на самом деле, достаточно непросто. Так, ну, сейчас я покажу. Вот, для фанонных модов тоже такая вот экспоненциальная локализация. То есть, здесь видно, что, по сути дела, так сказать, как бы, перелом от вершины идет в эту сторону экспоненциально, в эту сторону экспоненциально. Ну, фактически, вот, качественно это... То есть, у нас, получается, система останавливается, да, в каком-то месте? Да. И она, вот этот экспонент, вот, если, скажем, сначала гауссское распределение, оно круче спадает. Ну, на самом деле, оно, как бы, сначала вершинка, так сказать, приближается к этому распределению, потом все более дальние края, на самом деле. Ну, и постепенно, так сказать, устанавливается вот такое экспоненциальное распределение. Вот. Ну, и, собственно говоря, сначала это явление было получено численно, так сказать, возникали, конечно, вопросы, так сказать, нет ли здесь артефакта чистого моделирования, но, фактически, так сказать, многочисленные проверки показали, что, во-первых, оно действительно возникает, но, во-вторых, так сказать, уже позже были придуманы эксперименты с эльберговицкими состояниями атомового народа, в которых тоже, так сказать, был обнаружен режим локализации. А что за эксперименты, как это выглядит? Ну, вот, на самом деле, вот, сейчас я бы не хотел бы вдаваться, потому что там тоже, фактически, описание динамики высоковозбужденных электронных состояний атомового народа, так сказать, оно, может быть, сведено к стандартному отображению, вот, и тогда, вот, фактически, так сказать, после этого сведения можно, так сказать, получить, как говорится, вот, все, перенести все свойства, которые, так сказать, обнаружены для стандартного отображения. Но дальше, так сказать, как говорится, в чем конкретно это проявляется? Это проявляется в том, что, вот, если вы смотрите, вот, скажем, возбуждение переменным полем высоковозбужденных состояний, так сказать, в атоме водорода, то, фактически, вот, в какой-то момент, так сказать, это возбуждение отклоняется от классической теории, так сказать, и замедляется. То есть, скорость анимизации, так сказать, начинает отставать, так сказать, оно, фактически, так сказать, достаточно сильно замедляется. Ну… Про локализацию Андерсона, вернёмся к ней. Что такое локализация Андерсона? Я тогда несколько слов скажу в порядке. Общее утверждение. Представим себе, что у вас имеется потенциал у откид. Где, скажем, простейший случай у от x на у от x трих средняя, так сказать, пропорциональна дельта функции от x минус x трих. То есть, это случайная функция и не скоррегировалась. И мы рассматриваем решение уравнения Шерильдингера. Эта задача сначала корномерная изучалась, и наиболее чистый этот эффект проявляется именно на одномерном решении. И тогда рассматриваем решение уравнения Шерильдингера в таком потенциале. и оказывается, что все решения уравнения Шерильдингера они приобретают вид, скажем, f, которая равняется psi по модулю в квадрате. Она пропорциональна е в степени x минус x штрих по модулю. Здесь делить на L, здесь минус L локализация. То есть, фактически, состояние, которое появляется в этом потенциале, оказывается экспоненциально локализованным. Это достаточно, как говорится, неожиданное явление. То есть, на самом деле... А что такое X-крин? То есть, это какая-то ключевая... Сейчас, извиняюсь. Нет, нет, нет. Давайте так. Здесь X с чертой. Это некоторый центр, знаете, его функции. То есть, просто, есть большое количество состояний, так сказать, каждый из которых центрирован на некоторых точках, то есть, вместо набора состояний, к которым мы обычно привыкли, например, в периодическом потенциале видеть, то есть, там, где локализованы по всему кристаллу, вот в таком, случайном потенциале, они оказываются... Набор таких вот, скажем, я имею в виду что-то огибающее некоторое. То есть, каждый из них может иметь вершину своей точки, разумеется, так сказать... То есть, не что-то, когда-то случайное? Да. Она зависит от конкретной реализации потенциала O от X. Вот. И, соответственно, так сказать, она представляет собой некоторое, ну, скажем, если свойство этого случайного потенциала достаточно одного. то есть, в долере X, там, корреляторы каким-то образом не разумеется. Например, здесь, если написать некоторая константа, она постоянно по потенциалу, то тогда, вот, фактически, так сказать, это будет какое-то более-менее, так сказать, равномерное распределение, так сказать, разных состояний. Естественно, что они будут каким-то образом отличаться друг от друга. И вот такое поведение имеется, ну, конечно, в среду. То есть, на самом деле, каждое конкретное состояние может иметь отклонение от этой универсальной формы. Но если усреднить по всем таким застояниям, то получается вот такое распределение плотности воловой функции. То есть, какой бы я пакет туда не запустил, он упадет? Он вообще не будет распространяться в такой ситуации. Здесь, кстати, достаточно, ну, скажем, необычный момент состоит в том, что, ну, поскольку, так сказать, мы привыкли, что вот этот потенциал не имеет каких-то, на первый взгляд, не имеет каких-то выделенных впечатлений, то почему, так сказать, состояние будет организовано, как только, так сказать, и в силу однородности, там, средней однородности должно куда-то утекать. Или, по крайней мере, это должно быть какие-то предвлежения. На самом деле, вот эти состояния локализованы, так сказать, с экспоненциальной точностью. То есть, время, так сказать, распада, если какое-нибудь существует, то оно экспоненциально велико. Ну, оно возникает, например, если, допустим, вы, в случае на потенциале знаете какие-то, скажем, образцы или делаете какие-то границы. Потому что тогда, на самом деле, уже вот это требование однородности не везде выполнено, так сказать. Вот, вот, это, вот, коррелятор, это же фонсамбль, да, вы написали, для потенциала уже? Ну, вот, это здесь. Да, фонсамбль, да. Но, на самом деле, это, скажем... Нет, это тоже фонсамбль, да. Но, на самом деле, фонсамбль, да. По ансамблю, так сказать, можно сказать. То есть, здесь фактически, так сказать, как бы это точнее сформулировано. Ну, если вы берете случайную функцию, достаточно случайную функцию, она член этого ансамбля, естественно. Ну, в этом случае, как бы, ну, будут какие-то, какой-то конкретный набор состояний. Вот. Ну, и, думаю, в этом случае, так сказать... То есть, X-среднее, это функционал, а то нет, да? Вот, X, ну, есть функционал, вот, нет. И X-среднее. А X-среднее, это, нет. X-среднее, это, ну, в каком-то смысле, для каждой конкретной реализации свой набор X-средних этих самых. И все наборы, что есть? А потому, что у нас полный набор состояний должен быть в каком-то объеме, правильно? У нас, ну, в принципе, это квантовая механика, ну, с такими необычными состояниями, ну, мы любое состояние имеем возможность их разложить на какой-то, скажем, набор состояний. То есть, фактически, так сказать, это... А про кондициональные гриви рассказывают? Дело в том, что, вот, все эти теоремы о том, что эти состояния абсолютно стабильны, они доказываются в пределе, конечно, что у вас этот потенциал достаточно, ну, не имеет границ. Вот. Но это требование некоторой пространственной однородности. В случае, когда у вас есть границы, то, на самом деле, конечно, влияние этих границ может сказаться. Но это может сказаться каким образом? Тем, что, вот, по сути дела, теперь ваша волновая функция должна занулиться. Вот. Но если мы берем эти конкретные наборы волновых функций, то тут, как говорится, возникают дополнительные условия. Это означает, что какое-то количество состояний у вас всегда должно находиться в суперпозиции. Эти состояния, которые будут находиться в суперпозиции, они вовсе не обязаны быть одной и той же энергией. Понимаете, да? Вот, по конкретному сокращаться на этой границе. Ну, можно что-то сказать, что вот у вас специально спадают все новые функции. Да, и она чувствует специальную слабость. Ну, да. Если у вас там где-то внезапно все это окончает, то значит, у вас потихоньку там вытекает этот хвост. Да, можно и так сказать. Конечно. Если мы, допустим, ставим граничные условия как возможность вылета, то тогда будет действительно оно распадаться специально большим временем жизни. Например, так, действительно. То есть, здесь, как говорится, достаточно необычное явление, так сказать, но оно, тем не менее, получило, как говорится, свою реинкарнацию в динамическом хаосе, фактом. Вот, и, собственно, вот, дальше я могу сказать, вот, в свое время, когда... Эти локализованные состояния, квантовая локализация, примерно результат 80-х годов, то есть, как только Чириков с сотрудниками занялся моделировал квантовый хаос, тут же они и обнаружили ее. Но, вот, потом, где-то в 84-м была статья трех авторов Крэйппель, сейчас я не вспомню на скидку фамилии, но они, на самом деле, так сказать, сделали предположение, что вот это явление является аналогом андерсоновской локализации, но, вот, если, скажем, в андерсоновской локализации есть случайные, на самом деле, так сказать, компоненты, это поле, которое задается каким-то образом извинен, то здесь, как говорится, по сути дела, так сказать, в случае, когда мы рассматриваем это отображение, здесь все регулярно, здесь нет никаких, скажем, случайных величин, и тем не менее, это все возникает очень похожим образом. Но, где-то, вот, в конце 90-х годов, вот, Чириков мне предложил, так сказать, посмотреть, что дает случайные матрицы, так сказать, то есть, если мы берем, допустим, гамильтониан в виде случайной матрицы, то тогда, вот, там, на самом деле, если имеется случайная матрица, то там есть, как и кovид supposedly выясняется, и с ашумом иклиптонами, причем мы... от... так вот, вот, так вот, вот, я больше геометрически описываю. Вот, вот, мы имеем в виде случайной матрицы, вот, и с шведомой полосы В, то, здесь два, на самом деле, это центральный диагональ, то тогда, на самом деле, вот, на самом деле, Если эти числа, отвечающие случайно плоско-форматные цепи, связаны с случайными числами, то тогда собственное состояние такого габельтоняна тоже оказывается экспериментально локализованным, с длиной локализацией примерно равной b квадрату. На тот момент в литературе было утверждение, что есть количественная разница между результатом для такой случайной матрицы и для того, что получается в результате моделирования квадрата отображения. Но я реально, как говорится, когда все это проверил, выяснилось, что на самом деле они сходятся очень, как говорится, трогательным образом. И фактически, так сказать, речь даже идет о том, что одна такая квадратная траектория, то есть она приводит к некоторому уже установившемуся распределению. Вот эта типичная квадратная траектория, так сказать, хорошо следует вот этому закону. То есть фактически это означает... Какая часть локализации, с чего она может, как полоса, к чему ее по случайной локализации? Ну, если взять ее... Случайная диагональная матрица? Нет. Это... что больше? Вовсе нет, наверное, некоторые диагональные матрицы. Некоторые диагональные матрицы, да. То есть наличие каких-то случайных взаимодействий между набором соседей. Дело в том, что если взять все случайную матрицу, тогда дина локализации будет равна бесконечно. Ну, с сильным размером матрицы. То есть в этом смысле параметр B управляет вот именно для локализации, так сказать, оказалось. Но... А вот как сказать вот... Как вот объяснить людям, например, чем она отличается от хаотической системы классической от квантовой? Как вот так, на пальцах? Ну, на пальцах разница состоит в том, что вот в случае классической системы мы имеем самое главное... Самое главное смысл — это то, что, так сказать, есть понятие траектории, есть экстенциальная неустойчивость разбегания. Строго говоря, вот в квантовой механике вот полного аналога ни траектории нет, ни вот... ни вот... это показатель Лепнова, который, так сказать, описывает разбегание классических траекторий, а по сути дела, так сказать, эти параметры как раз и есть существенные, так сказать, компоненты для порождения классического хаоса. Потому что... если локализованное состояние, где оно хорошее, ну, как будут частицы, да, и оно как-то там... бегать начинает с системы нашей... Ну, если речь идёт об... скажем... ну тут, на самом деле, если, как говорится, брать, допустим, ту же частицу на квантовом режиме, то есть у нас... мы должны что иметь? мы должны иметь некий, скажем, потенциал, относительно, скажем, может быть даже и гладкий, вот как в этом случае, так сказать, модели, типа бильярда, да, потому что граница, она имеет... не обязательно какие-то шероховатости имеет, там может быть просто геометрически правильная величина, без каких-то там скачков производных, но тем не менее, так сказать, это порождает, скажем, хаос в классическом случае. Я об этом тоже собирался где-то в одной из ближайших акций говорить, когда про бильярды. Вот, ну и, собственно, там, во-первых, так сказать, вопрос возникает о том, что является, скажем, признаком хаоса в системах квантовых, в системах, у которых, так сказать, классический аналог хаотический, так сказать. Ну, на эту тему, так сказать, довольно, так сказать, регулярно проводятся разные исследования, то есть, саймичер в хаос, так сказать, это, на самом деле, достаточно популярное в интернете соотношение, так сказать, фраза, которая, так сказать, сразу позволяет, скажем, найти множество работ, которые так и видно, так сказать, пытаются вот эти проявления хаоса, так сказать, обнаружить в квантовом. А вот если, смотрите, если возьмем, как в классическом случае, в классическом, где мы вместе в траектории, которые чуть-чуть отличались, и потом в раз, мы в какое-то время сильно по-разному летаем, да? А если мы возьмем два пакета, которые чуть-чуть сдвинутся от труда, ну, не знаю, по его среду, не важно, чуть-чуть сдвинем, и в чем разница будет? Ну, они... Ну, сначала не должны сдвигаться, да? Я понимаю, да? Значит, здесь, на самом деле, есть... вот здесь есть некий интересный вопрос, который, так сказать, на самом деле, на данный момент полного ясного ответа нет. Проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что каждый из этих пакетов тоже экстенциально будет расплываться. То есть, они быстро перекроются. Вот. Проект решения, который возможен, на самом деле, связан с кругом задач, которые называют... которые объединяют общий набор слов, состоящий в том, что непрерывное, слабое, неразрушающее измерение, так сказать. Смысл этого, как говорится, сочетания слов означает в том, что, если мы, скажем, каким-то образом воздействуем на пакет, который, допустим, установим положение частицы, мы убьем пакет. И, собственно говоря, мы полностью погубим его динамику, так сказать, динамику эволюции. С другой стороны, так сказать, если мы, скажем, слишком как-то осторожно будем подходить, мы опять этот пакет измерим с очень плохой точностью, так сказать. вот. И есть какая-то, скажем, граница, так предполагается, что можно делать измерение слабо возмущающий этот пакет, ну, правда, это будет далеко не полную информацию, так сказать, нам давать, но как-то промоделировать то, что мы обычно имеем в классике. То есть, мы имеем в классике некоторую траекторию, это будет некоторая траектория этого пакета. И, вот, в конце концов, так сказать, мы можем фактически получить движение очень похоже на то, что происходит в классике. Ну, это фактически называется вот классикейшн, то есть, это фактически мы динамику слегка делаем классической, то есть, вводя, по сути дела, шум, который воздействует на это, так сказать, на это состояние, состояние пакета. И, по сути дела, смысл за этим стоит довольно простой физический. Когда мы накладываем слабый шум, то он просто резко подавляет хвосты пакета, разрушает экогерентность. Остается, как-то, некоторая центральная часть, вот, которая, так сказать, главную динамику этого пакета может описать. Ну, вот это тоже один из таких вопросов, вот, что реально, так сказать, связывает между собой классическую и квантовую механику. И, на самом деле, вот, это все, как говорится, из совокупности вопросов на тему, что есть квантовое измерение, так сказать, и насколько, так сказать, как говорится, как проследить соответствие между классической квадой и механикой. В атоме какие там возник квадовый хаос? Ну, фактически, так сказать, это, ну, например, ну, косы, обычно косы, конечно, локализации вот такие ну, например, да, вот, например, то, что, так сказать, как говорится, вот, если мы помещаем этот атом в переменное поле, обычно, это поле, в котором, там, скажем, процесс возбуждения уже существенно многоквантовый, потому что, если одно квантовое, это квантовый режим, да, а многоквантовое, это уже классический режим, и вот тогда, фактически, так сказать, ну, скажем, понятно, что поглощение одного кванта, там, играет относительно малую роль, то есть это уже режим, который лежит между классикой и чисто квантовой ситуацией. И в этом случае, так сказать, ну, строится модель, если, как говорится, удается, ну, классическая модель, или квасик-классическая модель, она, так или иначе, так сказать, если классическая, она просто должна иметь хоростас, если квантовая, то там, в принципе, на каком-то этапе могут быть режимы, которые пограничны, например, вот, когда мы смотрим вот локализацию квантового состояния, тут, на самом деле, это ситуация, когда у нас число уровней, так сказать, число состояния, точнее, много больше единицы, вот, и, соответственно, так сказать, чисто квантовым это, это состояние, вот, назвать не совсем, наверное, правильно, вот, потому что, здесь, как бы, уже, как говорится, количество состояний, вовлеченных в это, много больше единиц, много, это, это состояние, кстати, не есть, собственно, состояние, великолепеньян, это некоторое нестациональное состояние, которое таким образом... А если мы возьмем два чистых, допустим, с определенным импульсом, близким, вовлой функции... Возьмем что? Две вовлые функции вместе с импульсом, чисто, так сказать, с определенным импульсом, при этом абсолютно неопределенно, что потом с ним будет, ну, как они обещаются? Ну, в принципе, если вот, в случае ротатора, да? Да. В случае ротатора, они довольно быстро эволюционируют к состояниям, вот, ну, после глифузионной стадии, естественно, эволюционируют состояние, так сказать, локализованное. То есть, в принципе, это, так сказать, одинаковые установки, они... вообще говоря, вот это, максимум, это, центр этого состояния, вот здесь, состояние, которое стартовало с основного состояния. В принципе, если вы, допустим, возьмете, вот, состояние, которое, так сказать, начальное было, с не нулевым импульсом, разумеется, что у вас, все-таки, возникнет асимметрия. Вот, но, тут... А симметрия, которую вы, по импульсу, разместили, нет? Вот, скажем так, огибающая будет, примерно, такая же. То есть, по-прежнему, будет длина количество состояний, которые захватываются в интервал, описываемый локализационной длиной. Вот. Но, в принципе, эти состояния могут быть центрированы над... В смысле, как центры будут развлекаться, но примерно пропорционально начальному состоянию. То есть, это... А, то есть, примерно так же остается? Да, да, примерно так же остается. То есть, я могу, правда, еще сказать одну интересную вещь, которая, на самом деле, есть просто следствие деимовариантности этого отображения. Если, допустим, мы это пространство N, вот, а здесь вот все, допустим, стартовали именно состояние, то тогда, вот, сначала, так сказать, возникает такое эвакализованное состояние. Вот. спустя какое-то время, так сказать, симметрично здесь возникает вклад. То есть, это, фактически, это связано с тем, что N и минус N связаны между собой обращением времени. Дело в том, что все эти состояния, они, конечно, должны быть инвариантны по отношению к обращению времени. вот, в случае, так сказать, ротатора, разумеется. Поэтому, фактически, это означает, что, как бы, в случае с двумя ямами, так сказать, вы ее внестили в одну яму, сначала, частицу, а потом, спустя какое-то время, она пространировала другую. И, в итоге, это связано с тем, что собственные функции у вас, на самом деле, либо симметричные, либо антисимметричные. Точно так же, здесь, вот, у вас, собственные функции, они будут либо симметричные, либо антисимметричные относительно операции N-N. Поэтому, так сказать, в случае ротатора, естественно. В случае, вот, случайного потенциала, конечно, никакой такой симметрии нет. То есть, у нас, вот, первая стадия, например, близко, допустим, выхода импульса, потом они начинают, что там, расплываться, да, и диффузионные стадии, да, они как-то разбегаются. А, точнее, разбегаются, расплываются, а потом расплываются, а потом расплываются, просто, два-три гонича таких, ну, по сути дела, да. Ну, правда, надо говорить, что, вот, если здесь, допустим, вот это экспонент, то сюда упало в десять раз, допустим, не Е в десятый, допустим, то тогда соответствующее время, так сказать, релаксации, это будет, соответственно, на Е в десятый, так сказать, ну, характерные времена этой задачи. То есть, на самом деле, речь идет о очень больших временах, то есть, численно, я моделировал только тогда, когда вот, скажем, это не слишком далеко находились, тогда еще можно было дождаться на численном счете, так сказать. Ну, это, как бы, была проверка еще счета, потому что, понятно, что, в отличие от Андерсонской локализации, в данном случае, так сказать, есть симметрия, n до минусов, если, скажем, алгоритм это каким-то образом, так сказать, не учитывает, это означает, что нужно, как говорится, серьезные проблемы. Так, серьезные проблемы. на самом деле, сегодня еще, так сказать, было, сколько сейчас на стриме, наверное, чуть дальше пойти, так сказать. Потому что, на самом деле, здесь, все, что касается локализации, есть довольно много интересных, связанных вопросов, и, включая о том, как эти состояния ведут, на очень больших интервалах времени. На самом деле, если вспомнить, что, вот, у нас, есть, как бы, периодичность, у, отображения, черепа классического, отображения, есть, некая, так сказать, некая периодичность в выпускном пространстве, связанная с, наличием, ну, с тем, что, так сказать, если мы, сдвигаемся, там, по импульсу, на 2, то, тогда, система, снова, переходит сама в себя. Это, фактически, означало, что, у нас, отображение Чирикова имеет, описывает не один резонанс, а большое количество резонансов, расположенных вдоль импульса. Вот. Ну, естественно, все, все эти, вот, ситуации, которые мы с вами сейчас обсуждаем, это, в основном, относится к ситуации, когда, вот, мы находимся, вот, на расстояниях, меньше, чем, один период. Вот. Ну, если, скажем, мы, чисто, вот, формально, вот, вспомним про эту периодичность, на самом деле, это будет означать, что, вот, наши, собственные функции, вот, из которых состоит, вот, вот, стэд и стэд, они тоже должны обладать, вот, этой глобальной реодичностью. И это означает, что, если, вот, у нас, есть, какой-то, там, на период, вот, здесь, скажем, вот, тут у нас, снова, вот, должны отрасти, вот, эти самые, состояния, ну, на временах, уже экспоненциально больших, ну, и, в принципе, так сказать, в численном счете, достижимых, только в очень специальных, таких, скажем, высеченных рамках, то есть, когда мы, искусственно, занижаем это расстояние, периодичности. Все это, конечно, наблюдалось, ну, и там, на самом деле, тоже довольно много интересных вопросов, но, к сожалению, они больше имеют абстрактный смысл, чем, практически, приложение. Вот. Вот. Здесь, кстати, вот, иллюстрация, как эта локализация происходит. Здесь, вот, две эволюции показаны, сначала, крупным планом, у нас, это эволюция, относительно, скажем, они в разных масштабах, на самом деле. То есть, по вертикальной оси, для этой, для этой, масштабы, разные. Ну, это, в зависимости от энергии, от времени. Вот, видно, что, довольно быстро, там, при к маленьком, равном 10, доходит до какого-то, значения, а потом, в принципе, как-то, медленно, там, осцелирует, практически, так сказать, не дорастая уже, вот, со временем. То есть, в случае, вот, когда у нас к 40, то есть, это ближе к классическому случаю, тут немножко уже, пунктуации будут поменьше, и вот здесь, показано на нижнем рисунке, так сказать. Вот, прямая линия, это, то, что дает классическая диффузия. То есть, это линейный рост энергии, то есть, линейный рост N квадрата. То есть, N растет, как корень из времени. Вот, и видно, что, начальный участок, он будет как-то идти по экологической диффузии, потом, система отворачивает от него, и выходит некоторая плата. Вот. Здесь, кстати, показан, как раз, логарифм профиля, вот, этой самой, стедисты, который, обсуждался, ну, при достаточно, больших временах, на уровне, где-то, 3-4 фигов. Вот. Ну, и, по сути дела, так сказать, видно, что, логарифм, как функция не N квадрат, а уже как N, действительно, хорошо ложится на такую, прямую линию, так сказать, то есть, поговорим о стенциальной зависимости, вот, функции распределения от N. Сейчас, а какой союз функции распределения имеет квадрат? Нет, это уже функция распределения, так сказать. к N. К N. уже не имеет отношения. То есть, это как бы, здесь не хватало мне вот иллюстрации этого самого стедисты, то, что формула и дальше, вот она здесь, на врезке, по сути дела, дана. вот, но это, как бы, показывает, что, действительно, есть два, принципиально, разных режима, которые, кстати, не во всех кратических системах, так сказать, обязательны. то, что мы будем на следующей лекции смотреть, вот, осединили, да, с толчками, то там, локализации не наступает. То есть, на самом деле, это, требуют какие-то, так сказать, условия. Дальше, вот здесь, сравнение длины локализации с коэффициентом диффузии. Вот, важным, интересным фактом, оказалось то, что, так сказать, оказывается, длина локализации очень сильно связана с величиной коэффициента диффузии. То есть, я напоминаю, что, на самом деле, так сказать, у нас сам коэффициент диффузии, вот, как-то, осцелирует в зависимости от К большого. Здесь, при разных К большом, вот, отложены по вертикальной оси, так сказать, это коэффициент диффузии, то есть, коэффициент длина локализации, а здесь коэффициент диффузии. И видно, что, вот, в этой, как говорится, зависимости, так сказать, эти, осцеляции, которые там, синусоиды, по-моему, стухающие, здесь они практически хорошо сокращаются. То есть, на самом деле, действительно, вот, как сам процесс, вот, этой локализации, так сказать, возникает, на самом деле, довольно сложный вопрос. И, если правильно понимаю, то до сих пор от хорошего теоретического описания, вот, именно, возникновение длины локализации, до сих пор не получено. То есть, больше, этот факт, скорее, напоминающий эмпирическое наблюдение, чем, чем, что-то, которое, вот, имеет, хорошее теоретическое объяснение. Вот, что касается, локализации Андерсона, то там, на самом деле, в одномерном режиме, действительно, вот, различные расчеты, в точности, как говорится, показывающие, достанавливающие, такую локализацию, разные времена, в разных приближениях, делались. Что касается, вот, скажем, более сложных, так сказать, ситуаций. Вот, у Андерсона, конкретно, фактически, корреляция между, этими самыми, между, компонентами потенциала, там, у от X, у штрих, так сказать, она была конструкционна. В принципе, так сказать, в рамках полковых матриц, то есть, той матрицы с конечной члены, это, как говорится, уже, имеется, по сути дела, некоторая, конечная длина корреляции, то есть, ну, по сути дела, связанная с шириной этой матрицы. Ну, и, соответственно, что, вот, вот, эта длина локализации, зависит от, ширины, вот, эти полосы, случайной матрицы. Ну, для случайных матриц, на самом деле, есть, расчеты, которые, так сказать, используют, методы суперсимметрии, которые, так сказать, доказывают, наличие методы локализации, причем, это не единственный способ, а есть и другие способы, вот, все время колоколов, он, обратной теории рассеяния, так сказать, тоже, доказывал, так сказать, экстенциальную локализацию в случае одномерного потенциала. То есть, там есть, хорошо разработанные теоретические методы, которые, обоснован теоретически. Но, там, всегда, есть уследение по ансамблю, так сказать, различных потенциалов. Здесь, фактически, так сказать, локализация, возникает, как некий, так сказать, более-менее стабильный результат в рамках одной фиксированной, скажем, динамической системы. То есть, в этой системе есть какая-то скрытая, самая, самая, какое-то скрытое самоусоединение, которое, по-видимому, еще до сих пор не до конца понято. Так, ну, на этом, мы, наверное, закончим про локализацию, про другой, не менее интересный факт, который, на самом деле, много времени нас не займет, но достаточно, так сказать, красноречивый яркий. Вот, если мы, вот, возьмем, допустим, квадровое состояние, которое, стартовало с какого-то, здесь, фактически, с основного состояния, то есть, с n равного нулю, оно стартовало, и дальше, так сказать, мы смотрим, так сказать, сначала, так сказать, эволюция идет, прямая линия, это классическая диффузия, зависимость энергии от времени. И, сначала идет, говорится, линейно-диффузионный рост, потом он начинает отставать от классического закона, и выходит на константу, то есть, возникла локализация. Это еще один пример, так сказать, из иллюстрации, вот того, что, как говорим, стадия диффузионная, и стадия, фактически, локализационная, локализация. Но, Шепелянский, это его результат, он сделал следующее, вот, когда дошел до 150-го типа, у него все уже локализовалось, он, обратил, вот, квантовую симуляцию назад. То есть, ну, что, как говорится, в итоге получилось? В итоге, эта самая, эволюция пошла строго назад, и сошлась, в исходную точку, с точностью до 10-10. Вот, этот факт поразителен, каким обстоятельствам? Факт поразителен тем, что, фактически, так сказать, вот, если, допустим, сделать, что-то подобное здесь показано, для классического расчета, то классический расчет после обращения времени, спустя уже какое-то время, из-за наличия ошибок, округления, там, на том же самом компьютере, они дал порядок, что здесь, вот, там, что в классическом случае. Но, в классическом случае, так сказать, они очень быстро, так сказать, привели к тому, что система не стала идти, как говорится, назад по траектории, а спустя какое-то время, снова продолжила диффузионный рост. То есть, это означает, что там, слабые, так сказать, ошибки, специально наросли, так сказать, но, по сути дела, вот этот период, это, сопоставили с временем, так называемым, временем римфеста, то есть, когда, вот, скажем, начальные ошибки, так сказать, определенные начальные состояния, дорастают до размеров системы. Вот. И дальше, так сказать, продолжился, так сказать, такой, диффузионный рост. Вот. То есть, квантовая симуляция оказалась намного точнее, хотя там, скажем, при тех же самых значениях К большого, происходило чтение. То есть, фактически, так сказать, это означает, что, вот, если, скажем, в классическом расчете есть экспоненциальная неустойчивость, в квантовых расчетах такой экспоненциальной неустойчивости нет. Это тем более поразительно, что, вот, на самом деле, вот, если брать этапы диффузионного движения, то там, квантовое и классическое движение, так сказать, эволюции, очень хорошо, так сказать, друг с другом согласуются. То есть, фактически, это означает, что, вот, на этапе диффузионного роста, там, уже, отсутствие экспоненциальных неустойчивостей нисколько, то есть, не сказалось, на эволюции системы. Вот. То есть, в квантомеханике хаос считается на этапе диффузионного роста, да, вот где-то, ну, фактически, фактически, я бы сказал так, аналог классического хаоса, фактически, вот это мы на следующей лекции это увидим, он, по сути дела, возникает только в интервале времени эволюции. То есть, и там, и там, есть экспоненциальное разбегание, в квантовом случае, это будет рост экспоненциальных, рост числа возбуждаемых состояний, ну вот, а вот, на диффузионном этапе, на диффузионном этапе, вот, хаос, как таковой, я бы сказал так, что есть не столько хаос, сколько есть случайность, которая, так сказать, которая развивается достаточно медленно, то есть, в которой, фактически, так сказать, все скоррелировано, потому что, после того, как вы, обращаете время, вся диффузионная стадия, снова, так сказать, собирается, так сказать, в исходное состояние. Это, означает, что, по сути дела, так сказать, траектория, хоть, нерегулярная, допустим, но она строго детерминирована, так сказать, и она, и она, не вернется. В классическом, В исходному состоянию, начальному, мы не вернемся. То есть, на самом деле, это не зависит от того, что там компьютер какой-то не расчет? Ну, скажем так, от числа разрядов, от точности вычислений, это зависит от алгоритического образования. То есть, фактически, грубо говоря, вот, продолжительность до времени, когда она пошла назад, примерно, с каким-то процентом пропорциональности, пропорционально числу значащих цифр в компьютерных расчетах. Но, поскольку их там чуть больше десятка, понятно, что, ну, там, или смотря в какой системе отчет, в системе, то есть, понятно, что, на самом деле, надо логарифм диапазона разделить на показатели любого. Тогда это будет, скажем, характерное время, которое, так сказать, отвечает некоторому возврату. Ну, а потом, так сказать, начинается, уже ошибки накопились на этом, в этом месте уже, стали порядка размеров системы, и уже все пошло, как будто, так сказать, стартовали с других, начальных условий. Вот. Что здесь еще, так сказать, другой эксперимент, который тоже я сделал, это следующее, так сказать, вот здесь, главная функция, но уже она задается не как функция, так сказать, импульса, так сказать, а как функция координаты. Он просто взял на узкое галстическое распределение для координатного. Это волновая функция, взята как некоторый узкий пик в координатном пространстве. Вот. Через 150 этих самых пиков получилась вот такая нерегулярная пила, ну, скажем, расческа там, с зубами различных гены. Вот. Потом, когда он обратил эволюцию назад, вот, получилась еще одна кривая, он, на самом деле, так сказать, получил практически точно совпадающую кривую, но что-то, так сказать, хоть как-то показательно, что это две разных кривых, он немножко сдвинул одно относительно другое, вот, на этом рисунке, а на самом деле, если их заместить, они точности лягут одна на другую. Ну, написано, что точность возникновения начального состояния в работе была порядка 10-10. Так, ну, вот. Это он по времени, в какую стадию он сдвинул сюда? Он сначала, как говорится, 150 киков прошел вперед, потом 150 киков пошел назад. То есть он уже на недиффузионной стадии входил сюда? Это он, фактически, в локализацию зашел уже. То есть, на самом деле, я бы сказал так, что если мы вот зададим такое состояние, то оно, скорее, будет уже сильно делокализовано в импульсном пространстве, потому что мы его локализовали в координатном пространстве, ну, и, соответственно, так сказать, оно, в импульсном, будет довольно существенно делокализовано. И то, что, так сказать, у него в итоге получится в ну, в импульсном пространстве, после того, как, это фактически все равно, что, ну, в силу того, что у нас малая функция линейного по разложению любому, то ясно, что это получится усреднением таких экспоненциально запыхающих, так сказать, распределений с какой-то огибающей. Понятно, что, на самом деле, увидеть, уже, скажем, то локализованное состояние в выпускном пространстве, которое было получено в предыдущих, так сказать, расчетах, конечно, будет сложнее, потому что, если этот пакет в координатном пространстве и меньше, чем единица на локализованную длину в выпускном пространстве, то тогда в выпускном пространстве результатирующее распределение будет сильно искажено. Так, значит, теперь, ну, я не знаю, у меня сегодня, в наше время нет, про это рассказать, по атеровому резонансу, или есть? Ну, может, да, следующий. Потому что, сейчас уже, как говорится, мы, по-моему, тут, на самом деле, минут на 20, не меньше, если вопросы будут, то больше, конечно. Ну, сегодня прервемся. А на следующий